В этот день, 6 февраля 1722 года, по указу Петра I введена табель о рангах. Теперь всякий чиновник и военный империй получал свое место в иерархии из 14 классов. 6 февраля 1900 года инженерам Александром Поповым впервые в мире был передан сигнал бедствия по радио. Это сообщение помогло спасти целых 50 рыбаков, которых унесло в открытое море на льдине. 6 февраля 1904 года Япония разорвала дипломатические отношения с Россией, начиналась русско-японская война. В этот день, 6 февраля, родились Николай Зелинский, знаменитый химик-органик, также известный как изобретатель противогаза. Поэт Вадим Шершневич, основоположник иммажинизма. Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Ефимов. В годы Великой Отечественной на штурмовике Ил-2 он совершил 220 вылетов, уничтожив 85 самолетов на аэродромах, что стало высшим достижением для советской авиации. Василий Сафонов – дирижер, известный педагог Московской консерватории. Родившись в семье казачьего генерала, Василий имел возможность стать потомственным офицером. Но, увлекшись теорией музыки и частными уроками на фортепиано, он не видел для себя иного пути, кроме творческого. Всего за несколько лет Сафонов закончил Петербургскую консерваторию с большую золотую медалью, разделив ее вместе со своим выдающимся педагогом Николаем Зарембо, выпустившим целую плеяду талантливых музыкантов. В их числе был и композитор Петр Чайковский, который через несколько лет написал Сафонову. Московская консерватория была бы польщена, если бы вы соблаговолели поступить в состав профессуры по фортепианному классу. В лице вас Московская консерватория сочла бы большим благополучием приобрести отличного преподавателя и притом родного русского. Уже в Московской консерватории Сафонов стал профессором. Его призыв к честному служению благородному искусству музыки вынулся в написание методического пособия для учащих и учащихся по названиям «Новая формула». Его положительно оценивал британский пианист, руководитель Академии музыки Томас Троттер. Хотя в целом русские идеи по технике фортепианного мастерства были настолько оригинальными и новаторскими, что широкого применения не нашли. Возможно, еще и потому, что изложение было математическим, трудновосприимчивым для гуманитариев. Однако техника успешно применялась самим автором. «Я много упражняю, соиграю с сыновьями камерную музыку почти ежедневно. Пальцы у меня теперь хоть куда», – отмечал Сафонов в письме к своему другу. В Московской консерватории профессор шел против стандартов, менял постановку рук у студентов, вмешивался в репертуарную политику, устанавливал жесткие рамки соблюдения дисциплины для разгильдяев, добивался строительства нового здания консерватории. В то же время он помогал малоимущим студентам состояться в профессии, поддерживал благотворительные концерты и начинания. Чем вызвал не только благодарность со стороны государя Александра Третьего, оценившего вклад общественного деятеля чином статского советника и правительственными наградами, но и открытое недовольство коллег. Масло в огонь подлила ситуация, когда «кавказский орел», как Сафонова называли за глаза, отказался поддерживать срождавшиеся революционные университетские настроения и был вынужден покинуть свой пост. Впереди музыканта ждала многолетняя гастрольная турне с границей, откуда он вернулся на родину в 1918 году и схватка с новой властью, не нуждавшейся в педагоге-монархисте. Красный террор не мог простить и поддержку Сафоновым врага революции адмирала Колчака. Несколько раз большевики выводили всю семью музыканта на показной расстрел, издевательски отменяя казнь, чем и довели главу семейства до сердечного приступа. Но даже в эти месяцы жизни Сафонов неутомимо работал, о чем свидетельствуют записи очевидцев. Судьбе, по-видимому, было угодно, чтобы я отдавал свои силы чужим людям, но для родины моей я сделал то, что мне велели долг и совесть. И не худо бы людям знать, что в бог лучше я не бью и русское знамя держу как следует. После себя профессор Сафонов оставил обширное музыкальное наследие, а главное своих учеников, среди которых были Скрябин и Мэттнер. Василий Сафонов – бывший дирижер Нью-Йоркского симфонического оркестра, многолетний глава Московской консерватории.